Привет, Максим. Здравствуйте, Роман Юрьевич. Ну, я тебя попросил помочь мне сделать одну вещь. У меня есть рубрика, которая раньше называлась «Сенсации», сейчас она будет называться «Давид против Гелиафа» на канале. И ее тоже надо пополнять, как и многие другие мои рубрики с контентом различным. «Давид против Гелиафа» будет называться, потому что, ну, как ты догадываешься, там первой партией у меня был проигрыш Василия Михайловича Иванчука, молодому индусу. Вот. А второй... Поэтому я назвал «Сенсация». А сейчас переименую «Давид против Гелиафа», потому что у тебя в партии, которую мы сегодня покажем нашим зрителям, разница в международном рейтинге была более 900 пунктов. Ты играл черными, белыми играл мой друг Павел Андреевич Панкратов. Очень неудачный для него день, то есть ты его хорошо отловил. Но вообще все наши лучшие партии обычно это худшие партии наших противников. К этому тоже надо привыкать. Это действительно так. Вот. Ну, рассказывай, как ты одолел. Сейчас вот показываю экран. Ну, был разыгран... Была разыграна страндийская защита. Ну, каким-то вот хитрым порядком ходу, да? То есть... Да, Ж3, Коня 6, Сон, Ж2, Ж6, С4, Сон, Ж7. То есть ты понимаешь, что здесь он мог пойти Е4 и перевести тебя в защиту Пирса Уфимцева? Он пошел С4, предлагая тебе сыграть С5 и поиграть английское начало. Да, ну, я думала пойти С5, но решил отказаться, перевести в страндийскую. Ну, как бы он тоже не обязан ходить здесь Д4, если быть объективным. Он мог пойти Конь С3, потом Ладья Б1, Б4. То есть возможности уклониться от старушки у Павла Андреевича, конечно, были. Ну и здесь такой вот вариант С6 и на рокировку С5. С5, да. В чем идея? Ну, пойти Конь Е4, открыть Слона Ж7. Ну да. И чтобы Белокольный Слон заиграл как-то. В случае размены нейтрализовать Слона Ж2. У Белых здесь огромное количество продолжений. Например, Конь А4, Конь Ж5, Конь Д2, Ферз Б3, Ладья Е1, Б3 и так далее. Павел Андреевич остановился на не самом таком популярном на продолжении Конь Е1. И у Черных здесь две возможности, да? Да. Одна возможность пойти Е5, а вторая Д5. Ну, я выбрал Д5. Мне этот вариант больше нравится. Ну, здесь мы жертвуем пешку после хода Ферз Б3. Ну, возникает за эту пешку очень серьезная компенсация. У нас большая активность. Разбирать не будем. А вот Павел Андреевич решил жертву не принимать. Он разменялся. В этой редакции Ферз Б3 играть уже бессмысленно. Почему? Потому что, ну, Конь С6 висит на Д4. И если Е3, то просто Конь А5. Да, все защитили. Наши фигуры намного лучше расположены, чем фигуры Белых. Поэтому последовало Конь Д3. Продолжай. Конь С6. Конь Ф4. Ну, Е6, мне кажется, единственный ход. Ну, да, пешку Д5 надо защищать. Это разумно. Он, в свою очередь, тоже защитил пешку Д4. Ну, и тут я решил сыграть, может, как-то нагло. Решил пойти Ж5. Ну, при случае грозило Ф3, Ж4. Поэтому я дал поля своему слону. Да, чтобы слон не попался. И так как пешка Ж5 как-то расположена достаточно странно, да? Ты решил... Ну, да, я решил подкрепить А6. Ф3. Ну, в Одессе 8. Развиваю фигуры. Ферс Е2. И я пошел слон Ж6. Профилактика, да? То есть мы не торопимся... Ну, да. Не торопимся начинать никакие активные действия, чтобы Е4 или Ж4 было без темпа теперь. Да. Ваде АД1. Ну, Павел Андреевич подкрепил коня. При случае где-то, чтобы пешка Д4 была защищена. Ну, я Ферзь Б6. Ну, Вадью Ф8 хочу поставить на Д8. Ну, как бы расставляешь все фигуры на хорошие позиции. Так, скажем. Ну, да. Пока что идет развитие. Коня Ф2. Ваде АД8. Коня А4. Теперь Ферзю на Б6 делать нечего. Ты решил его перевести... На Ц7, да. И после Б3 слон хочет выскочить на А3, поэтому... Ну, я пошел Ферзь Е7. Как-то не дал слону выйти на А3. На А3 он расположен явно активнее, чем на Б2. Теперь еще один полезный ход сделан. Да. Б6. Б6. Маленький вопрос. А Е4 здесь не было? Ну, наверное, было. Я не знаю. Не-не-не. Это... Я уверен, что Е4 ход здесь не самый лучший. Ну, если здесь было Е4, то ты серьезно... Серьезную неточность ходом Б6... А может, на Е4 как-то ДЕ, ФЕ и конь Б4? Или... А, там слон А3, наверное. ДЕ и ФЕ. Можно слон А5 вызвать Ж4, но я не знаю, для кого это полезно. Можно Е5 пойти. На ДЕ конь бьет Е5, на Д5 конь Д4. И даже пешку белая не могут выиграть, там на Д5 висит. Подозреваю, что надо было вот в каком-то таком ключе действовать. Но тут нам повезло, потому что Павел Андреевич поторопился. Да, Лоди А, А, С1. То есть ввел в бой последнюю фигуру и тем самым окончательно лишился возможности пойти Е4. Я пошел конь Е8. Ну, мне казалось, что конь на Ф6 уже не так сильно стоит. И я решил его перевести на Ф5. Конь Д6. Д6, слон А3. Тут у меня было 4 минуты, а у Павела Андреевича 12 минут. Ну, он был доволен своей позицией. Ну, и я бы на его месте был доволен своей позицией. Несмотря на то, что все поровну и позиция симметричная, разница во времени, разница в опыте. И, ну, может быть, конечно, Максим, это неприятно, но и в классе тоже не в твою пользу. Да, то есть она позволяет здесь белым быть довольным, довольными. Да, Е4 провести не удалось. Но есть другие идеи. Где-нибудь пойти Ф4, коня на Е5 перевести. Ну, да. У белых такая позиция, что много идей. Ну, ферзь Б7, конечно, надо от связки избавляться. Понятно, что белое здесь, если бы даже взяли на Д6 и пошли Ф4, вряд ли бы они проиграли эту позицию, потому что она очень близкая к раппу. Объективно у черных приятнее. Преимущество двух слонов. Слон Ж7 очень сильный. Пешка Д4 нуждается в защите. Ну, вот Павел Андреевич этот момент упустил. Он сыграл слон Аш3, прицеливаясь к пешке Д5, к пешке Е6. И это оказалось очень серьезной ошибкой. А после кони в 5, я подозреваю, что Павел Андреевич решил, что ему где-то надо будет коня вести на Е5. А сразу конь Д3 пойти не удается, из-за конь бьет Е3. И слон бьет Д4, белые без двух остаются как минимум. И поэтому последовал ход короля Ш1. Ну, да. И тут ты? Ну, тут я немного посчитал сильно, не углублялся. и решил пожертвовать. У тебя не было времени, чтобы углубляться. Это понятно. То есть, 4 минуты. То есть, где-то минутку ты здесь, наверное, потратил. Вряд ли меньше. Но и больше, наверное, смысла тратить нет. Потому что время решений окончательно еще не пришло. То есть, обязательно будет стадия либо спасения, либо добивания. И ты пожертвовал. Ну, да. Тут много было отходов ферзем. Но все посчитать невозможно. Да, то есть, так интуитивно видно, что у черных мощнейшая компенсация. Что висит пешка Ф3. Если ферзь уйдет со второго ряда, то висит на С2. Ферзь Б7 очень удачно расположен напротив белого короля. То есть, общее соображение говорят о том, что у черных мощнейшая компенсация. Но зрители сами могут разобрать варианты. Особенно вот после сильнейшего хода ферзь Б2. Здесь у черных помимо взятия на Ф3 с шикарной компенсацией. Три пешки. Центральная, подвижная. За фигуру. За неповоротливую лошадь. При плохо расположенном слоне на А3, который ничего вообще не делает. И есть возможность сыграть более нагло конь Б5. Но это допускает, допустим, жертву ферзя за три фигуры. При нестандартном соотношении тоже класс Павла Андреевича мог проявиться. Но думаю, что следующий ход тоже последовал достаточно быстро. Ну да, секунд 30, наверное. Ладья бьет до 4. То есть, все посчитать невозможно. И Павел Андреевич вернул качество, перейдя в позицию, где две легкие фигуры борются против ладьи и пары пешек. Да. Я подозреваю, что он бы этого не сделал. Он бы потратил много времени и нашел сильнейшее продолжение, если бы знал, что тема ладья и пешки против двух легких фигур у нас одна из любимых. С Максимом. Слон Б2. Внешне визуально белые стоят пока еще неплохо. Пешки черных вперед не пошли. Если отойти скромно слон G7, но белые вернут слона на G2. Сыграют F4, попытаются разменять чернопольных слонов и начать матовую атаку. Решение, которое принял Максим, мне очень понравилось. Давай. Ну, я решил играть принципиально. Слон F2, ферзь F2 и D4. Решил пешку двигать D. Понятно, что если теперь коня отправить на E4, то вот здесь и ферзь бьет E4, и ферзь E3. Возможно, висит ладья. Ферзи размениваются. У черных уже три пешки. Еще проще разменяться на C1. И белые вынуждены, ввиду угрозы ладья C8, играть ферзь B2. И снова три связанные пешки легко разорвут позицию белых. Поэтому последовала конь D1. Конь встает на блокадное поле. Ну да, я пошел D3. Потому что знал, что чем дальше пешка продвинется, тем сложнее ее задерживать. Ну да. Но тут я считала за Павел Андреевича, что он мог пойти конь E3. Конь E3, видимо, сильнейший. Заслуживал внимания, да. И разбегаются глаза. То есть, при случае, кстати, конь готов на G4 отправиться. Ладья бьет C1, слон бьет C1. Позиция объективно у черных выигранная. Но видно, что пешку D еще двигать и двигать. Ладья C2 не выигрывает, потому что ладья на C1 защищена. И на шахт король просто уйдет на G2. Ну или там слон F1, ладья D1, король G2. А черные без фигуры. То есть, белые даже на C2 не обязаны брать. Роман Юрьевич, вот мне кажется, нужно играть тут ладья C1. Ну, конь E3, ладья C1, слон C1, ферзь D7. Ну, грозим D2, слон D2 и ферзь D4. Вот так. Централизация. Слезали по рукам и ногам. Да, отличная централизация. Дело даже не в пешке А2. А может быть, мы хотим просто пойти F5 и перебросить слона на C6. И нам выгоден размен ферзей. Потому что без ферзей легче вести. Но, тем не менее, здесь еще возможности для сопротивления у белых были. А вот после ладья C3, ферзь D5, слон G2, уже таких возможностей стало меньше. Ладья бьет C3. Нельзя бить конем, да, Максим? Да, нельзя бить конем. Просто D2. Конь D1, слон C2. И ферзь D3, да? Ну, или взяли F3. Ну, ферзь D3, там как-то с ферзь E5 надо считаться. А тут просто, да, ферзь D3 и все. Ну, в партии получилось примерно то же самое. D2. Здесь белые еще могли все-таки сыграть F4. И вот здесь последние рубежи взять не так-то просто. Потому что где-то ферзь F6 пограживает. Приходится меняться. Пешка D2, скорее всего, потеряется. Король придет на E2 и пешку D2 заберут. Черные взамен заберут пешку H2. В этом тоже сомнений нет, потому что мы ее G4 и F5 зафиксируем. И ладья с двумя пешками в Эншпиле должна победить пару легких фигур. Ну, тем не менее, проходная у черных только одна. И сопротивление здесь могло быть очень упорным. С учетом того, что у Максима было мало времени, шансы на спасение белок, я считаю, вполне реальными. А после хода ферзь E2 шансов уже нет. Ну да, тут форсированная победа. Слон C2, F4, слон D1, ферзь D1, ферзь D3. Ну, у слона F6, наверное, надо было играть еще как-то, пробовать что-то сделать. Они тоже сомнены? А, ну, наверное. Ну, еще ладья c8, мне кажется. Ладья c8 тоже. То есть тут уже нет защиты после слона B2. Выигрывает огромное количество продолжений. Ну да. Я выбрала ферзь C2. Ну, можно ферзь B1, можно ферзь E3. Много вариантов. И партия закончилась. Ну что, Максим, значит, поздравляю с первой победой над Гроссмейстером в быстрой шахматы. Какая еще не в классику, но все впереди. Блиц ты Гроссмейстеров уже обыгрывал. Это первое в быстрой. Ну и успеха тебе на ближайших турнирах, на первенстве области и на тех, которые последуют. Всем до свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok